МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оперативное совещание началось с анонса предстоящих мероприятий. Значимое событие осени – выборы в Совет депутатов. Эта неделя у нас одно будет знаменательное событие для нашего города. Это воскресенье 11-го числа. У нас выбор депутатов в Совет депутатов городского округа Электрогорска. Поэтому приглашаю всех жителей принять участие в данном голосовании, выбрать своих кандидатов, которые будут участвовать непосредственно в жизни нашего города. Напоминаю, что у нас 15 участковых избирательных комиссий. Информация о проведении выборов осуществлена, как на сайте. И еще дополнительно мы известим наших жителей о том, где какой дом у нас, где у них находится, куда можно прийти и отдать свой голос за того или иного. Кандидата. О подготовке к осенне-зимнему периоду отчет предоставил представитель теплоснабжающей компании МОСЭНЕРГО. Предприятие работает в штатном режиме, производим работы по подготовке к осенне-зимнему периоду и текущая работа. У меня все. Что у нас в подготовке к ОЗП? Готово. Предварительно. Когда у нас начнется? Сегодня. Сегодня. То есть информация мы жителям какую-то дадим. Когда у нас начнется переход на подачу тепла. Потому что жители часто этот вопрос задают. Тогда тоже, если будет понимание, тогда известите жителей заранее. Предупредите в соцсетях. Все, спасибо. Жилищно-коммунальные организации «Юг и Север» производят текущие работы по окосу, уборке листвы, подбору мусора. Жуков и Север работали в штат. На прошедшую неделю работаем в рамках муниципального контракта. Покос практически теперь уже закончен. Если где-то надо будет подкосить, еще будем подкашивать. Также сейчас проводим уборку листвы со скверов, с парков, с детских площадок. Также уборку крупного марита мусора. Ну, так, в принципе, все. Управляющая компания «Электрогорск» устраняла замечания по программе СКПДИ. На прошедшей неделе предприятие от работы в штатном режиме выполняли работу согласно муниципальным заданиям, устраняли замечания по программе СКПДИ. Все дома у нас подготовлены, готовы к пусту отопления. Так работает в штатном режиме. Представитель МОСОБ ЕРЦ озвучил статистику платежей и обращений граждан. По состоянию на 5 сентября сбор денежных средств по ЖКУ составил. По НБУ «Электрогорск» собрано 3,6%. «Эленком» 14,215 рублей. «СХРУ» 10,2%. «УКО «Атлан» 82,5%. ТСК «МОСОБ ЭНЕРГО» 3,65%. Общий сбор ЖКУ по городу составил 4,05%. «Услуги ТКО» 4,08%. За прошедшую неделю по НБУ обратились очные по электронной очереди 234 человека, через мобильные приложения 10 человек. Основные темы обращения к изменению тарифов, перерасчеты, сбор справок, переоформление лицевых счетов. В сетях «МОСОБ ЭНЕРГО» технологических нарушений не произошло. О работе рассказал представитель. «На прошедшую неделю в сетях «МОСОБ ЭНЕРГО» технологических нарушений не выявлено. Работаем в штатном порядке. На время проведения выборов будет обеспечена электростанция для обеспечения инфраструктуры. Организация МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» продолжает текущие работы и подготовку к осенне-зимнему периоду, что сейчас является самым приоритетным. «На прошедшую неделю работали согласно муниципальным заданиям намеченных планов. Продолжаем уборку приладковой части, влияющей газоной в проезжей части и тротуаром, ну и ремонт обслуживания наружного освещения. Подготовка к зиме – первоочередная задача. Все остальное в рабочем порядке». «Освещение увеличится с особой вниманием? Темное время суток наступает заранее. Вы готовы заменить светильников?» «Обязательно, конечно. Работа ведется». «На контроль возьмите, проехайтесь вечером, как-то вечернее время, смотреть, горят фонари, какие не горят, делайте реестры, эти фонари, чтобы в ближайшее время все устранить». ТСН Ухтомского-9 и СХРУ ведут подготовку к зиме, текущие работы, отрабатывают обращения жителей. «Проуправляющая компания работает в штатном режиме, занимаемся уборкой территории, подготовку к осеннему и зимнему периоду завершаем и также выполнение текущих заявок от жителей». «О работе рынка и бани информацию озвучил руководитель. На минувшей неделе произошла утечка горячего водоснабжения на участке трубопровода, ведущего к городской бане. Но аварию оперативно устранили, поэтому на работе это не сказалось». «На минувшей неделе предприятие работало в штатном режиме. Систематически проводится уборка территории рынка, внутри так и на прилегающей территории к рынку. Также на прошлой неделе была обнаружена утечка горячего водоснабжения на трубопроводе, ведущего к городской бане. В связи с этим было принято решение, работа городской бани не останавливая. В выходные дни было принято решение, устраняя аварий, приступить с понедельника. Работы по устранению мы вчера начали, надеюсь, сегодня закончили. В целом, городская баня за выходные отработала без замечаний. Баня посетила 280 человек». МКУ «Ритуал» ведет работу с обращениями граждан. Многофункциональным центром «Мои документы» за отчетную неделю было оказано 1100 услуг. О работе единой диспетчерской службы информацию предоставил руководитель. «За прошлой неделе в учреждении отработало штатное наряжение по системе 112 поступило 330 вызовов. Принято 285, передано 7 в центр обработки вызовов. Всего произошло 5 пожаров зафиксировано. Один в лесополосе площадью 150 квадратов СНТ Некрасова, два полотравы – это площадью 60 и 2 квадратных метра. Это проезд Мечникова и СНТ «Наука». Также сгорела баня СНТ «Летейщик» 4х6 и улица Советская, дом 7, квартира 68, возгорание дивана. Также хочу добавить, в октябре месяце, в конце октября, короткие номера 101, 102, 103, 104 будут переключены на 112. Переключены, то есть отключены или они автоматически будут переключены? На ИТДС-112, с отварными операторами. То есть, когда короткие номера, когда вы звонили, раньше попадали в ГАЗ или в скорую помощь, будете попадать все равно 112. То есть, а вы уже как оператор будете распределять эти звонки, да, понимаете? Ну, система пока обкатывается. Первая сейчас была – это Балашиха. В чате там переписываемся, естественно, спрашиваем, что происходило. Вроде бы, газетку пока без сбоев. Нет, но самое главное, чтобы наши жители не получили. Получается, а кто-нибудь звонит в скорую 103, набрали номер, и ни ответа, ни привет. Нет, такого не будет. Вот я про это говорю, возьмите на канал. Когда вы переходите на эту систему? Конец октября. Конец октября. Хорошо. Вопросы? Спасибо. Главный врач городской больницы рассказал о работе учреждения, статистике вызовов и посещений. Больница работает в штатном режиме. Сейчас отмечается рост заболеваний по РВИ, что по детскому институту, что по взрослому. По стационару сейчас находится 96 пациентов, и за неделю обратилось прямо на отделение 166 человек. По детской поликлинике на премьере стоило 907 детей, и на дому оказано 86 вызовов. И по взрослой поликлинике на премьере стоило 1019 человек, и на дому оказано 224 вызова. Продолжается в рабочем порядке вакцинация от ковида, гриппа и диспансеризация в двух форматах, углубленная и стандартная. То есть у нас получается перево РВИ сейчас перекрыло... Сейчас, да, сейчас мы отметили рост полуэруида. Пошло сейчас в этом направлении рост. А как у нас детский садик порой? Нормально все? Пока там каких-то таких вспышек не отмечается, но пока изоляции вроде не было. Не было. И в школах тоже все у нас пока? Да, да. Фильтры работают. Вопрос. Спасибо. О прошедших и предстоящих мероприятиях в образовательных учреждениях информацию озвучила исполняющая обязанности начальника Управления развитием отраслей социальной сферы. 29 августа в рамках августовской педагогической конференции состоялся городской методический совет. 1 сентября были организованы, проведены торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Также 1 сентября в городском парке культуры и отдыха состоялось городское мероприятие «Марафон знаний». С 1 сентября по 6 сентября в школах города проходит всероссийский урок ОПЖ. В рамках месячника безопасности 2 сентября состоялся единый день профилактики детям Подмосковья безопасной дороги. 2 и 3 сентября в образовательных организациях было организовано мероприятие, приуроченное в Дню солидарности о борьбе с терроризмом. Также 3 сентября 274 жителя города приняли участие в написании диктанта Победы, в том числе 62 военнослужащих в Моинской части. В окружном управлении Минсоцразвития Московской области прошла оптимизация. В связи с этим сменился единый номер. Сейчас идет создание единого колл-центра. У нас прошла оптимизация. Теперь мы называемся официальным окружным управлением номер 4 Министерства ценно-развития Московской области. Хотел бы оповестить об этом на словах все службы. Также мы письма централизованно направим. В нашу территорию, еще раз повторю, Электрогорск, Электросталь, Черноголовка, Павловский посад и Богородский городской округ. У нас сменился телефон горячей линии. Мы переходим на единый контактный центр. Он единый по Московской области. Это короткий номер 122, добавочный 6. Все звонки с мобильных телефонов, они бесплатны. То есть мы идем по пути создания единого колл-центра. У нас есть ряд изменений по мерам социальной поддержки. По постановлению правительства был подписан документ о выплатах, вынужденным переселенцам с территории Украины. В данный момент времени мы готовим нормативную базу. То есть с 13-го часа начнем прием документов. Скорее всего, это будет МФЦ, наши специалисты. И дальше будет реализация через портал государственных услуг. Сейчас, если позволите, я озвучу одну минуту. Там порядка девяти выплат. Женщинам, которые в положении, это будет развой выплат в 10 тысяч рублей. Родителям при рождении ребенка развой выплат в 20 тысяч рублей. Детям до 18 лет 4 тысячи ежемесячно. Ветеранам Великой Отечественной войны 5 тысяч ежемесячно. Пенсионерам, инвалидам 10 тысяч будет доплаты ежемесячно. Одинокому родителю, воспитывающему ребенка 10 тысяч будет ежемесячно. Детям инвалидам, инвалидам первого круга, пенсионерам. Будет доплата к пенсии 3 тысячи рублей. И опекунам детей 15 тысяч рублей. То есть вот такие меры социальной поддержки, они готовятся. У нас на территории, ну, больше тысячи, по территории окружного управления. Больше тысячи человек проживает. Готовим нормативку. В принципе, пакет документов простой, паспорт с НИЛС. Еще очень важное изменение, что переводить документы с украинского на русский не нужно. Обычно, как это происходит, человек приходит в государственную организацию, и документы нужно перевести. Даже если он читается, даже если печать на русском, есть хоть одно слово на другом иностранном языке. В данное время перевод документов не нужен. Мы будем принимать документы того образца, который есть. Отдел опеки с 1 сентября, как самостоятельное структурное подразделение, прекратил свою деятельность. Теперь работа ведется в составе окружного управления социальной защиты. Но работа продолжается в прежнем режиме. Прием граждан на сайте прекращен с 1 сентября. Граждане для консультации обращаются теперь в МФЦ. И далее уже куратор или специалист по данному вопросу непосредственно с гражданином выйдет на связь. Кураторы семей, подопечных и приемных со своими семьями на связи, то есть интересующие вопросы, на интересующие вопросы они могут ответить. Так, наша работа продолжается в прежнем режиме. Это работа с обращениями граждан, работа с семьями, состоящими на учете. Ну и все остальное, работа по плану, который у нас 1 сентября в новой структуре. Все, спасибо. Хорошая работа в новой структуре. Об итогах рейда на территории округа рассказал представитель главного управления содержания территорий. На прошедшей неделе было выявлено порядка 20 дефектов содержания. Дефекты, в принципе, критичные характеры не носили. На текущий момент все они устранены. Устранение подтверждено в системе СКПД. Также была завершена проверка состояния 21-й детской кровоплощадки. Скажем так, возрастные, старшие, установка старше которых более 8 лет. Устранение дефектов, выявленных, также подтверждено в системе СКПД. Доклад окончен. Спасибо. То есть, грубо говоря, нарушений у нас нет? Дефекты выявляются, но критичных ситуаций, связанных с безопасностью, выявленных не много. Самое главное. Все, спасибо большое. На минувшей неделе сотрудники пожарной части номер 110 совершили 6 выездов на тушение пожаров. За прошедшую неделю осуществлено 4 выезда на оказание помощи, 3 выезда на проведение пожарно-тактических занятий и 6 выездов на тушение пожара. Значит, все остальные мероприятия выполняются согласно графику. Отделом полиции зарегистрировано 77 обращений. Доброе утро. За истекшую неделю зарегистрировано 77 сообщений. Составлено 21 административный протокол. Осуществлялся охрана общественного порядка при проведении мероприятий 1 сентября. Без происшествий. На выборы вы с вами? Конечно. Военно-учетный стол работает по плану. На этом оперативное совещание было завершено. Продолжение следует...